Теперь в бар можно идти не только пятничным вечером или после работы. Привычные коктейли, с которым раньше нужно было знать меру, теперь стали совершенно безобидными. Безалкогольные бары — новое влияние моды в Нью-Йорке. Hackate Cafe, Elixir Lounge, рекламирует себя как единственный трезвый бар в Нью-Йорке. На первый взгляд, те же бутылочки вина или ликеров, те же роксы с коктейлями. Но привычной отличенности от ежедневных проблем, которые вам приносит алкоголь, вы уже тоже не почувствуете. Я открыл Hackate Cafe, единственный трезвый бар в Нью-Йорке, потому что для него огромный спрос. Но если вам не понравится или вам что-то будет не хватать, то обычный бар прямо через дорогу. Мне нравится то, что я делаю, до такой степени, что люди приходят каждый день, а затем пьют, разговаривают. Ну, все то же самое. Безалкоголем вам может принести те же чувства, ту же атмосферу, но убрать алкоголь из этого уравнения. Среди растущего числа людей, которые привлекают тенденция под названием «трезвое любопытство», около 34% американцев заинтересованы в том, чтобы употреблять меньше алкоголя в 2023 году, что выше, например, 24% людей в США, которые уже совсем не пьют, по данным NC Solutions. Мы как бы пытаемся меньше пить. Я прочитала в социальных сетях про это движение и сразу же захотела попробовать. Когда я пила, а я пила больше 20 лет, это притупляло мое творчество. Это действительно так. Я была счастлива, я была в порядке, но у меня убаюкивало какое-то чувство статуса КВО. Я не хочу сохранять статус КВО. Я хочу, чтобы все мои синапсы активировались. Я хочу, чтобы все было доступно для меня, и это просто трезвый образ жизни. И так приятно быть в баре, где тебе не нужно считать бокалы. Ты можешь выпить сколько хочешь и не сойдешь с ума или что-то в этом роде. Так что приятно приходить сюда, а не быть с бодуна на следующий день или получать и другие негативные впечатления от посещения бара. Некоторые посетители после безалкогольного бара все-таки стремятся в обычный бар через дорогу, чтобы отдать дань моды и все-таки получить привычные ощущения реального напитка. Но в целом, постепенно вытесняя алкоголь с прилавков магазинов и барных стойк кафе, нам навязывают новый образ отвлечения от проблем, которые уже захватила молодежь. Марихуана и легкие наркотики. Об этом и в кино покажут, и в социальных сетях расскажут тоже. Да и политики уже даже побаиваются выступать против легализации, например, марихуаны. Вот такая новая реальность.